Всем огромный привет! Сегодня у нас такой традиционный ежегодный видеоролик, который я снимаю каждый раз перед распродажей 11.11 на Алиэкспресс. Вообще, я думаю, ни для кого не секрет, что сама по себе распродажа фейковая. То есть там все продавцы делают как? Они завышают цену искусственно где-то за месяц перед началом распродажи, и потом она якобы резко снижается. Но по факту оказывается так, что цена даже бывает чуть выше, чем она была месяца за 2-3 до этого. Но есть редкие исключения. Повторюсь, что они очень редкие, их крайне сложно найти, когда скидка на товары реальная. И сегодня я подобрал 10 таких товаров. На самом деле, еле-еле отобрал, но там более-менее реальные скидки. Все самое необходимое из электроники там будут смартфоны, наушники беспроводные, часы, экшн-камера. В общем, такое то, что нужно на каждый день. Ну и давайте будем начинать. Сначала в моей подборке будут смартфоны. И начнем мы с Xiaomi Redmi 7A. Это, пожалуй, самый дешевый из свежих смартфонов Xiaomi. Действительно хороших, качественных, которые хорошо быстро работают. Единственная будет версия, конечно, 2.16 памяти. Но все равно, с учетом цены, этот смартфон будет 11.11 стоить 4900 рублей. Это очень крутая цена на самом деле. Конечно, скидка небольшая. Она где-то в районе 500 рублей, если смотреть с самыми низкими ценами, которые были. Но все равно, как бы, за такую цену это очень-очень круто. Как смартфон для ребенка, там, для школьника, ну и так далее. Если у вас сильно ограничен бюджет, я думаю, что можно не думая покупать. А вот следующий смартфон, на него действительно идет крутая скидка. Цена всего лишь 8200 рублей. И это Xiaomi Mi A3. С этим аппаратом я ходил буквально 3-4 месяца. Вот недавно я его как раз брал на обзор себе. И я его покупал, но это было на старте продаж. Он стоил что-то в районе 15 тысяч рублей, по-моему. Это версия 4.64. А сейчас она же стоит всего лишь 8200. Но это вообще, по-моему, практически даром. По сути своей, отличный смартфон. То есть, те, кто знаком с Mi A1, с Mi A2, однозначно оценят. Потому что это чистый Android, который летает, очень шустро работает. Хорошая автономность здесь на 4000 батарея. Камера на уровне Redmi Note 7, там плюс-минус. У этого аппарата есть парочка минусов. Первое, это HD-экран. То, что у него разрешение достаточно низкое. И чуть-чуть видно зерно, если все-таки приглядываться. И второй минус, это то, что отсутствие NFC. Но, по сути дела, за 8000 здесь, как бы, не знаю, предъявить ему нечего. Смартфон отличный, однозначно рекомендую. Также 11.11 будут, в принципе, очень хорошие цены на Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Это новая линейка. Приемники, соответственно, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Они стали более производительны, эти телефоны улучшились. Камеры в версии Redmi Note 8 Pro появилась даже долгожданная функция NFC. Это очень круто. В целом, это, по сути дела, лучший выбор, если смотреть смартфоны за 10-15 тысяч рублей. Если не углубляться в подробности, то, однозначно, берите линейку Redmi Note 8. Обычная версия, получается, стоит 9800 от 11.11 и Redmi Note 8 Pro стоит 12600. Допустим, на прошку цены идут где-то от 14 с 12600. Но, по крайней мере, в России, в интернет-магазинах точно пока не купить за такую цену. Ну и обычный Redmi Note 8 тоже в районе 1000 рублей скидка. Тоже, в принципе, это хорошо. Ну и последний, пятый смартфон, который я нашел по более-менее нормальной скидке, это Xiaomi Mi 9T Pro. Это уже аппарат флагманского уровня. Здесь 855 Snapdragon, крутая камера, фронталка выезжающая, хорошая батарея на 4000. Ну, в общем, телефон действительно очень крутой. И, получается, 11.11 он будет стоить 19 396 рублей. Не сказать, что это большая скидка, потому что его, в принципе, где-то за 21 можно найти. Но, все равно, возможность сэкономить где-то полторы тысячи, это очень хорошо. Все ссылки на товары будут в описании под этим роликом. Переходите, сами посмотрите цены, ну и заказывайте. Смартфонов, честно говоря, по реальным скидкам я больше не нашел. Если вы знаете что-то еще, то пишите в комментариях. А мы уже переходим к другим товарам. И экшн-камера. YI Discovery 4K, собственно говоря, рассказывал уже про экшн-камеры YI. Они действительно очень крутые. И по цене там 3-4 тысячи рублей в YI Discovery 4K. Это лучший вариант, по сути дела, если говорить кратко. Обычная цена у нее, в принципе, в районе 3,5-4 тысяч рублей. На распродаже она будет 2 945. Тоже такая достаточно приятная скидка. Хоть и не сказать, что она большая. Дальше у нас идет фитнес-браслет Mi Band 4. Я им пользуюсь активно в последнее время. Вот он у меня на руке. И стоит он 1439 рублей. Здесь тоже скидка небольшая. По сути дела, самая низкая цена у него это где-то 1600. Причем в Москве он в интернет-магазинах тоже есть за такую цену, если хорошо поискать. Вот. Но 1439 это самая минимальная вообще возможная цена на 4-й Mi Band. Поэтому, если вы собирались его купить, то почему бы это не сделать 11-11. Смарт-часы Huawei Watch GT. Это достаточно хорошие умные часы. Правда, у них нету своей собственной операционной системы, чтобы там приложение устанавливать и все такое, как, например, на Samsung Galaxy Watch. То есть здесь такой достаточно базовый функционал, практически как у фитнес-браслета. Но здесь есть ряд плюсов. Во-первых, очень крутой дизайн у этих часов. Они действительно красивые, выглядят хорошо, дорого. Качественный AMOLED-экран. И я бы отметил самое главное, что они заряд держат долго, в районе двух недель. При том, что там Samsung Galaxy Watch, они все там держат день-два максимум. Поэтому эти держат долго реально заряд. И быстро еще заряжаются, что плюс где-то за час. Еще у нас в подборке остались беспроводные наушники. Вот на первый из них скидка прям реально крутая. Она действительно настоящая, не фейковая. Это наушники OneMore IB-Free. Беспроводные, соответственно. Ну, они не полностью беспроводные, а с проводом таким получается. Они стоят всего 392 рубля. Хотя обычная цена у них где-то полторы-две тысячи. Можете сами убедиться, посмотреть. Продавец реально заморочился. Сделал очень крутую скидку. 392 рубля, но это огонь. За беспроводные наушники. Причем они действительно хорошего качества. На полторы-две тысячи они звучат. Как бы это не суперкрутые наушники, но качественные. Вот. И, ну, это практически даром. Вот. Так что в подарок там или себе. Ну, я думаю, что идеально. За 392 рубля лучше вы ничего не найдете. И вторые наушники. Это уже полностью беспроводная модель. Типа как AirPods. Да, ну, то есть, когда два наушника именно отдельно. Без проводов вообще. Называется QCY QS2 TWS. Они недорогие. В принципе, они в магазинах. И даже на Али они стоят в районе полутора-двух тысяч. Скидка на них сейчас небольшая. Ну, как небольшая. То есть, 1177 рублей. То есть, небольшая, но как бы тоже цена очень вкусная на эти наушники. Они неплохо звучат. Это батарея достаточно хорошая. И, ну, действительно, такой хороший вариант действительно наушников полностью беспроводных, если вы искали. Ну, и на этом, пожалуй, все. Ссылочки на все товары будут в описании под видео. Если вы знаете еще такие товары, то пишите в комментариях. Будем, в общем, делиться друг с другом. И закупаться по выгодным ценам. С вами был FutureTime. Подписывайтесь на канал. И еще, друзья, напоминаю про то, что у нас сейчас на канале проходит розыгрыш. Мы разыгрываем 11-й iPhone. Все подробности будут по подсказке. Переходите и участвуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok